Добрый вечер! Очередная неделя августа приближает нас к осени. Информационное настроение Архангельска на экваторе последнего летнего месяца изучили журналисты городского телевидения. В эфире программа «О главном». На встречу с Игорем Орловым для обсуждения различных проблем территориального общественного самоуправления съехалось более 50 представителей ТОСов Югообласти. А наша задача как ТОСовского движения все-таки поддерживать то, что остается за пределами контроля власти, предпринимателей и то, что требует таких вот именно общественных инициатив и тонких настроек, нюансов, которые видите только вы. Архангельская область – один из признанных лидеров по уровню развития территориального общественного самоуправления в России. За последние три года региональное правительство поддержало почти 900 проектов. Эта работа будет продолжена и впредь. В бюджете по Амуре на 2014-2015 годы на развитие ТОСов запланировано 33 миллиона рублей. ТОСы уже не один год доказывают эффективные свои работы на территории Архангельской области. Они оказывают социальные услуги, содействуют развитию культуры, науки, образования, спорта, занимаются благотворительностью. О тех, кто движим единым делом. Мария Воробьева. Если душа просит чуда, добро пожаловать в село Яринск, Ленского района Архангельской области. Здесь живет сама Матушка Зима со своими помощницами, активистками ТОСа Снежинка. Силами неравнодушных жителей и при поддержке регионального правительства было полностью восстановлено старинное здание с двухвековой историей. В нем расположился тронный зал Матушки Зимы, трапезная, почивальня, центр народных ремесел и лапка мастеров. Стоимость нашего проекта была около 200 тысяч. Нашлось вот таких много людей неравнодушных, которым понравилась эта идея, и они с удовольствием ходили, нам помогали. Активистам другого ТОСа в Ленском районе, ТОСа Возрождение, удалось с пользой организовать досуг школьников в селе Козьмино. ТОСовцы отремонтировали одно из старых зданий и превратили его в спортивный комплекс «Богатырь». Сейчас здесь установлены 11 тренажеров, открыт зал для бильярда и игры в настольный теннис. Работы, конечно, очень было много. Менялись здесь и полы полностью в обоих залах, венцы, крыльцо, крышу ремонтировали. Общая стоимость проекта была около 800 тысяч. В деревне Погост Няндамского района была восстановлена ограда церкви Рождества Пресвятой Богородицы. На этот проект активистам ТОСа Никольский областной и муниципальной бюджеты выделил 97 тысяч рублей, а приход вложил еще 60 тысяч. Все соскучились по общему делу, что все по одному, и люди живут как сами все из коробки. А знаете, когда все вместе, это радость. Вот он, наглядный пример того, когда северяне не просто хотят жить лучше, но объединившись, делают для этого вполне конкретные и действенные шаги. Сегодня в Архангельской области насчитывается 830 ТОСов. Опыт территориального общественного самоуправления предлагаю обсудить вместе с министром по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области Натальей Кадашовой. Наталья Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, ТОСам региона 17 лет. На Ваш взгляд, можно ли говорить о том, что за это время вот эта модель народной демократии смогла в чем-то изменить сознание северян, по крайней мере, их активной части? Я хочу сказать, что действительно ТОСам Архангельской области 17 лет в этом году исполняется. И первые ТОСы, которые появились на территории Архангельской области, мы считаем, что это первые ТОСы вообще в Российской Федерации. Поэтому такое именно движение в сельской местности у нас считается самым интересным и самым сегодня востребованным, как в других регионах тоже. И хочу сказать, что действительно, наверное, изменилось сознание людей в связи с тем, что люди начали понимать, что они являются хозяевами своей территории. И поэтому, наверное, ТОСовское движение сегодня приняло вот такой широкий размах, как у нас в Архангельской области. Потому что буквально 4 года назад у нас было только 346 ТОСов, а сегодня их уже больше, более 850. То есть получается, что за последние несколько лет мы приросли более чем на 400 ТОСов? Совершенно верно. Вот чем, на ваш взгляд, вызван такой интенсивный рост? Если проанализировать ту работу, которую мы провели за последние три года, я могу сказать первое, что при поддержке губернатора Игоря Анатольевича Орлова, непосредственно его поддержки, мы получили то, что направление ТОСовского движения сегодня, это направление считается приоритетным в правительстве. Ну и не могу не сказать, что мы за последние три года нормативно правовую базу поддержки ТОС привели в соответствующее положение. У нас есть закон о государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области. У нас есть долгосрочная концепция до 2020 года. Ну и, конечно, работает программа. И думаю, что вот такой рост ТОСов, он не может быть внезапным. Просто мы подошли к этому вопросу комплексно, и все формы поддержки сработали как бы вместе. Какие конкретные задачи решают ТОСы? Давайте, может быть, несколько примеров приведем. То есть, что сегодня не только волнует людей, но за что люди взялись и сделали? Ну вот я могу сказать, что, конечно, ТОСы разные есть у нас на территории. Есть ТОСы юридические лица, которые сами несут ответственность за то, что они делают, распределяют средства. Есть ТОСы, которые не юридические лица. И у нас большинство ТОСов как раз на территории Архангельской области – это не юридические лица. Но это значит, они в очень серьезной, скажем так, находятся взаимодействии с муниципальными образованиями. Потому что финансовые средства распределяются как раз через муниципалитеты. А что делают ТОСы? Они у нас делают практически все. Они строят мосты, ремонтируют дороги. Они, конечно, облагораживают свои дворы. Это городские ТОСы больше всего. Они строят детские площадки. Ну, приведу несколько примеров. Например, за 2014 год у нас было построено в области ТОСами 7 мостов. 34 детских площадки, 22 спортивных площадки. Конечно, это год юбилея Победы, поэтому было отремонтировано около 30 памятников Победы. Люди, понимая, что их поддерживают, они реализуют и улучшают жизнь на той территории, на которой непосредственно живут. Какие-то примеры, может быть, о ТОСов из Архангельска? Какие задачи они решают? Ну, Архангельск – особенный городской округ. Это наша столица. Конечно, здесь не так много ТОСов. У нас в Архангельске, но когда я начинала, было 4 ТОСа. Сейчас их уже 10. Чем отличаются ТОСы в Архангельске? Прежде всего, они все юридические лица. Я уже сказала, что особенность этих ТОСов в том, что они сами распоряжаются своими средствами, но, соответственно, несут ответственность за те средства, которые получают из бюджета города. В Архангельске достаточно серьезная оказывается поддержка самим муниципалитетам ТОСовскому движению. Около 2 миллионов рублей ежегодно Архангельск тратит на проекты ТОС. Буквально недели две назад ко мне приходили активисты ТОСа Кемский, это Соломбальский округ. Они реализовали в 2014 году очень интересный проект детской площадки. Это было интересно тем, что они провели сначала конкурс, какая детская площадка для детей этого поселка, какой они хотели бы ее видеть. И вот самые интересные идеи легли как раз в этот проект. И были реализованы, поэтому я думаю, что многим ТОСам и города Архангельска, и вообще ТОСам Архангельской области можно поучиться такому подходу к разработке проектов. Но вот я знаю, когда уже проект реализован, то у нас все очень-очень относятся аккуратно, очень берегут те, значит, построили те объекты, которые реализованы в ТОСовских проектах. Это тоже нужно отметить, потому что когда сделано своими руками, конечно, бережется совсем по-другому. То есть хороший пример, он заразителен. Совершенно верно. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Вам спасибо. Министр по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области Наталья Кадашова рассказала о том, что инициатива поощряемая. Верховный суд поддержал позицию правительства региона в вопросе расчета с Архэнергосбытом. Напомню, между ним и Агентством по тарифам и ценам Архангельской области возник спор из-за сбытовых надбавок для акционерного общества. Руководство компании Архэнергосбыт обратилось в суд, указав на неправомерное с ее точки зрения занижение агентством размера необходимой валовой выручки. По мнению руководства акционерного общества, эта цифра должна была составить 1,8 миллиарда рублей вместо 772 миллионов, рассчитанных агентством. Точку в споре поставил Верховный суд Российской Федерации. 5 августа 2015 года он установил законность расчетов областного агентства по тарифам и ценам и отказал в удовлетворении исковых требований энергетикам. На прошедшей неделе прошло очень важное событие, которое, я считаю, доказало состоятельность наших специалистов. Особо прошу отметить службу по тарифам Виктора Михайловича отдельно и Конникова. Довели до ума, до Верховного суда, Верховный суд принял решение. Генеральная прокуратура защитила позицию региона. Это решение действительно государственное и на высоком уровне. Траулер «Мичуринск», который принадлежит рыболовецкому предприятию «Прилив», вышел из ремонта на базе техобслуживания Архангельского тралфлота. Впервые за долгие годы судно смогло пройти полный ремонт в родном порту. Траулер «Мичуринск» стал вдок базы техобслуживания тралфлота после 8 месяцев промыслового рейса в Баренцевом море на ремонт двигателя и покраску. Мы промониторили различные порты, в том числе и порт Мурманска, другие порты Российской Федерации за рубежом. Но сделан был упор в сторону базы технического обслуживания тралфлота по одной причине. Потому что здесь за кратчайший период были видны позитивные сдвиги. Было видно, что все разбежавшиеся работники вернулись. А ведь за последние два десятилетия для рыбаков Мизинского рыболовецкого предприятия «Прилив» вопрос ремонта в Архангельске просто не стоял. Сложности были даже с заходом в родной порт под разгрузку судна. Все изменилось со сменой руководства в Архангельском тралфлом флоте. Благодаря соглашению между правительством области и новым собственником произошло возрождение предприятия. Губернатор Игорь Орлов добился того, чтобы в договоре были прописаны социальные обременения, в том числе и по сохранению рабочих мест. Касалось это как флота, так и других подразделений, включая базу техобслуживания. Сейчас здесь работают 84 высококлассных специалиста. Цеха модернизируется и наполняется новым оборудованием. Чтобы ясно понимать динамику, за 2014 год мы отремонтировали порядка 15 судов, из них 4 собственных. За 2015 год мы отремонтировали 16 судов, из них только 2 собственных. Мы оказываем услуги по ремонту любого флота, любой сложности, и специальные суда, и буксиры, и транспортники. У Маймаксанского грузового участка, я уверен, очень огромный потенциал. Он гармонично вписывается в общую модель развития по морю с учетом строительства глубоководного порта, проекта Белкамур. И я думаю, что он станет крупным транспортно-логистическим пунктом по перевалке не только рыбопродукции, которая в том числе будет доставляться через Северный морской путь, но и генеральных грузов. Основной инвестиционный проект базы БТО на ближайшую перспективу – модернизация ДОКа. Это позволит ставить сюда суда длиной до 100 метров, а значит предприятие ждет пополнения заказов и увеличения объемов работ. Китайские инвесторы готовы подключиться к проекту строительства глубоководного порта в Архангельске. В правительстве области прошло обсуждение перспектив возможного сотрудничества. Цель визита представителей китайской компании Polytechnology – оценка инвестиционного потенциала проекта глубоководного морского порта в Архангельске. Перспективы участия в его строительстве рассматриваются параллельно с реализацией другого масштабного проекта с давней историей – возведения железнодорожной магистрали «Белкамур». Нам очень комфортно, что проект «Белкамур» увязывается с проектом глубоководного порта города Архангельска. И далее это сегодня достаточно комфортно просматривается в сторону северного морского пути, как крупная логистическая магистрали между Востоком и Западом. Уровень и объем работ, который был проведен, когда мы выстраивали сам этот проект с оценкой его и логистических, и транспортных возможностей. И с тем действительно синергетическим эффектом, который получат все территории, все участники этого проекта при его реализации. Строительство «Белкамуры» и глубоководного морского порта Игорь Орлов называет в числе приоритетных проектов развития поморья. По транспортной магистрали Северного морского пути значительно сокращается расстояние по доставке грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии до Европы в среднем на 40%. По проекту глубоководный район позволит заходить в Архангельск крупнотоннажным судам до 100 тысяч тонн, а грузооборот портовых мощностей составит 45 миллионов тонн в год. Безусловно, заинтересованность мы увидели, как я думаю, наши коллеги, китайские партнеры, также поняли о том, что проект строительства глубоководного порта имеет серьезно хорошие перспективы. Мы сегодня услышали те вопросы, которые китайская сторона хотела бы в более развернутом виде получить, с тем, чтобы закрепить свои договоренности в соглашении о намерениях и дальше уже двигаться планово, последовательно, поступательно к обсуждению условий вхождения в проект китайских инвесторов, наших китайских партнеров, с тем, чтобы вот этот проект в ближайшей перспективе состоялся. ЗОЧ и Архангельск отметили свой профессиональный праздник. Торжества проходили в знаковом месте, городском культурном центре, бывшем ДК строителей. Быстро, качественно и на века. Этому девизу вот уже 36 лет безоговорочно следует Виктор Никитинский. Все эти годы он посвятил работе на Ниве дорожного строительства. Один из самых крупных сданных им объектов – электрификация участка Вологда-Коныша. За свой многолетний профессиональный труд Виктор Никитинский был удостоен благодарности от правительства Архангельской области. Своей работой я доволен и очень рад, что меня оценили и наградили грамотой. Приятнее вспоминать объектов было много, маленькие, большие. Достойную награду за ударный труд накануне Дня строителя получили десятки лучших специалистов строительной индустрии Архангельской области. Кстати, на сегодняшний день она развивается ударными темпами. Работа кипит на 80 стройках. Особая гордость региона – увеличение объема ввода жилья. За последние три года больше 900 тысяч квадратных метров ввели по Архангельской области. В 2016 году темпы жилищного строительства планируется увеличить в несколько раз. Региону предстоит расселить 76 тысяч квадратных метров. Новые квартиры должны переехать порядка 4,5 тысяч северян. Игорь Орлов встретился с представителями трудового коллектива Исокогорского локомотивного депо. В нем работает около 1200 человек. Какие вопросы задавали главе региона, знает Александра Люпунова. Перед встречей с коллективом Игоря Орлова познакомились с хозяйством локомотивного депо Исокогорки. Парк тепловозов составляет более 50 машин. Глава региона посетил предприятие впервые. Но тема железнодорожного транспорта ему близка. Сам он и семьи железнодорожников. Мама работала товарным кассиром на Донецкой железной дороге. Папа был заместителем директора локомотивного депо Дебальцево сортировочное. Дали откровенный разговор с представителями коллектива предприятия. У нас сегодня выработана четкая позиция, что у нас должно быть 57 маршрутов туда-обратно, которые мы уже утрясли, отрегулировали. Уменьшать количество пассажирских перевозок по железной дороге мы не собираемся. Волнует многих и газификация Левобережья. Большинство деповцев проживает именно здесь. Мы договорились о том, что этот год «Газпром» потратит средства и время на проектирование обратного хода от Северодвинска по левому берегу. Левый берег – то место, где в течение ближайших двух лет газ будет полностью обеспечен. Многие из железнодорожников живут в частном секторе. Приход газа для них – это новое качество жизни. Автономное горячее водоснабжение и отопление. Кроме того, на газ будут переведены котельные Левобережья. Состоялась очередная дискуссионная площадка Ассоциации за развитие Архангельской области. Общественники обсудили программу главы региона Игоря Орлова и выдвинули свои предложения, которые касаются тематики поддержки семьи. Все начинается с семьи. Какой бы избитой ни была фраза «семья» – ячейка общества, она верна во все времена. Каждый из нас хочет иметь семью. Семью хорошую, иметь детей. Среди проектов, обсуждавшихся на встрече движения, Совет отцов предложила идею введения в общешкольную программу предмета «Семья-ведение», направленного на формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных традиций. Если мы хотим, чтобы семья у нас сохранилась, чтобы государство наше сохранилось, нам нужно учить детей с детства понимать, что такое семья и какой она должна быть. На ассоциации был также выдвинут проект инновационного центра помощи семье и детям в Архангельске. Чтобы эти службы раннего вмешательства, они были увеличены, укомплектованы профессиональными специалистами и могли оказать помощь каждой семье. В результате динамичного диалога общественники выработали предложения в программу Игоря Орлова, направленные на улучшение жизни семей, и предлагают внести в программу раздел «Семья». Архангельск отметил День физкультурника. К спортивно-настроенным северянам присоединилась и делегация из Ульяновска. В ее составе участники автопробега «На север». Он проходит под знаком чемпионата мира по хоккею с мячом, который состоится в 2016 году на территории Ульяновской области. На Дне физкультурника заместитель губернатора Ульяновской области Александр Якунин передал Игорю Орлову приглашение на чемпионат мира по хоккею с мячом. В 2016 году он пройдет в этом городе на Волге. Кстати, в свое время именно Архангельск передал Ульяновскую стафету проведения соревнований. Архангельск всегда таким топовым регионом был. Здесь многократные чемпионы страны, обладатели международных всех кубков, призов. И поэтому мы всегда смотрели на Архангельск как на столицу хоккей с мячом. И этот титул Архангельск подтвердит уже в следующем году. Наш город примет чемпионат мира по бенде среди старших юношей. Молодежка Водника подготовку к нему уже начала на крытом ледовом корте. Сдача этого объекта завершила спортивный комплекс на стадионе Труд. Тренироваться здесь будут и игроки Суперлиги. Что это нам даст? Во-первых, возможность круглогодичных тренировок и по потребности молодежной и взрослой команды. А во-вторых, это безусловно возможность аккумулировать ресурсы для того, чтобы поддерживать в дальнейшем команду Водник. Пару дней назад Водник вернулся со сборов в Малиновке, а уже на этой неделе хоккеисты вышли на лед. Команда настроена решительно в ближайшие два года выйти на лидирующие позиции и бороться за призовые места чемпионата России. В этом году хотелось бы быть уже выше и как минимум, наверное, бороться за медали. А лучше, наверное, за чемпионство. По инициативе региональных властей, хоккейный клуб Водник получил поддержку титульного спонсора нефтяной компании «Лукойл», как подчеркнул на встрече с командой Игорь Орлов. Сегодня хоккей с мячом – базовый вид спорта в Архангельской области. Разговор о русском бенде шел и на встрече временно исполняющего обязанности губернатора с гостем из Ульяновска. На ней обе стороны еще раз отметили важность спортивных интересов наших регионов. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.